Человек известный французский парфюмер Кристоф Лакарен и есть создатель единственного в мире фонтана духов. Большой друг и почетный член жюри международного фестиваля «Звездочка». «Звездочка» «А коня за быстроту, ля-бля белую за ласку, за вертящиеся глазки, а еще за красоту!» «Плещет волна голубая, в дальней Италии маня, так не ревнует, дорогая, к Черному морю у меня!» «Где-то в Москве Анечка скучает без меня! А я бы так хотел показать Анне Одессу и вам, ребята!» «Вместе познакомиться с фестивальной программой, талантливыми юными артистами!» «Мы приехали к морю на звездочку из разных городов и стран! И даже из таких, где теплого моря нет, где акации не цветут!» «Звездочка» 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 Я рад за ребят из далекой Якутии. Они отлично выступили на фестивале, и меня просто сразил, ну покорил Иван Потапов. Исполнением очень грустной песни о маме, которая ждет возвращения сына с войны. Исполнением очень грустной песни о маме, которая ждет возвращения сына с войны. Одесса – город-герой, и в репертуаре участников фестиваля были представлены и песни военных лет. Но все-таки, 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 Одесса – город мира! Казаки, казаки, едут-ъедут по Берлину наши казаки. А сейчас выступает, скажу честно и прямо, душа фестиваля, участница всех фестивалей, звездочка с малых своих лет, лауреат международных конкурсов, Аня Степанова. Даже уже Анна Александровна – преподаватель музыки. Звучит композиция на крыльях мелодии. Звучит композиция на крыльях мелодии. Ой, совсем забыл. Я же обещал, что мы непременно побываем на площади перед Одесским оперным театром, чтобы увидеть его совсем близко. Вот я на фоне театра. Думаете, что это я так вырос? Да это просто макет здания. Ну а теперь я и все вокруг представлено в натуральную величину. И даже мой автомобиль. К слову, иномарка. Пожалуй, стоит сделать фото на память. А теперь дискотека. Дискотека. Галочка, ну наконец-то мы можем с тобой немного поговорить. Одесситы очень веселые люди и любят анекдоты. Ну докажи. Хочешь про тебя расскажу? Нет, ну мне право неловко. Приходит Витачка в школу с забинтованной головой. Учительница у него спрашивает. Ну что теперь? Ну что теперь? Эх, вот со второго этажа упал. И что, целых два урока падал? Ладно, ладно, Галочка. Лучше пой свои песенки. Дин-дон, дили-дон, это что за нежный звон? Это про леса подснежник, улыбается сквозь сон. Это чепушистый луч, так щекочет из-за туч, заставляя малышей улыбаться до ушей. Вот и получается, что не помещается на одной странице, улыбка необъятная. Вот такой длины, такой вот ширины, а по какому поводу идет весна по городу? Это чья же теплота, чья такая доброта, заставляет улыбаться зайку, курицу, кота. Это чепушистый луч, так щекочет из-за туч, заставляя малышей улыбаться до ушей. Вот и получается, что не помещается на одной странице, улыбка необъятная. Вот такой длины, такой вот ширины, А по какому поводу идет весна по городу? Браво! Браво! А это, между прочим, бабушка Галя. Молодая! Ура! Ура! Наконец-то началось самое главное событие 12-го международного фестиваля «Звездочка». Жюри приступило к объявлению результатов и награждению ребят всевозможными призами и памятными сувенирами. Я с радостью отметил бы в своем заключительном репортаже, что фестиваль «Звездочка» отличается от многих детских праздников тем, что здесь подарки дарят прежде всего детям. А взрослым наградой становится право спеть вместе с детьми, как певцу из Австрии и члену жюри фестиваля Иосифу Ивашке. Я бы всем взрослым, которые не жалеют времени и сил на досуг детей, вручил бы ордена от «Звездочки» за заботу о детях. И директору фестиваля Александру Юрьевичу Степанову обязательно! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Любящие сердца, особенно детские, всегда беззащитные перед разлукой. Я успел привыкнуть и полюбить фестивальную суету, ребят, своего нового друга Галю и город Одессу, где люди помнят и чтут своих героев, дорожат памятью. Виташка, ты читал книжку «Белее парус одинокий»? Обязательно прочти! Вот это памятник детской дружбе. Это Петя и Гаврик. Это очень тонкая... очень тонкая повесть Катаева. Это «Белее парус одинокий» самая хорошая повесть. Белее парус одинокий с ума не моря голубом! Что ищет он в краю далеком? Что кинул он в краю родном? Да, еще один памятник я не оставил без внимания. Что в имени тебе моем писал в Одессе эти знаменитые строчки великий поэт Александр Пушкин. Ему тоже было грустно, когда он покидал Одессу. Эх, Галочка, будешь ли ты вспоминать меня, виташку виртуального корреспондента в живой реальности? Но ты посмотришь мой репортаж из Одессы о 12-м международном фестивале «Звездочка» и обязательно вспомнишь наши встречи. Увидишь моими глазами свой родной город и милую всем Украину. Я не прощаюсь. Я прошу москвичев, всех россиян приезжать до нас на Украину в Одессину и не думать, что Украина сейчас, друг, Украина всегда была щирой и всегда прийме всех добрых людей распятыми руками. Будь ласка до нас на Украину в Одессину. До мріяних зірок шла крестерна, шла крестерна, ти в душах сіяла добро, наче зерна, наче зерна. Є на світі моя країна, де червона світ, де калина, гори, ріки, пололина, це моя Україна. Де би я на світі не була, ти зі мною, Україно, ти моя мати, що дала мені мову, соловіну. Тут я била і зерела, сумну воду, розставання, тут я бінила без вина, в чистім полі шарування. Є на світі моя країна, де червона світ, де калина, гори, ріки, пололина, це моя Україна. Є на світі моя країна, найчарівніша я перлина, в моїй серці вона єдина, це моя Україна.